Всем привет! Это HairFaker. Меня зовут Кирилл Сарычев, это Мария Класс, и мы основатели независимого парикмахерского лейбла HairFaker. И сейчас вы находитесь в центре Санкт-Петербурга у нас в студии. Можете оглянуться вокруг и посмотреть все, что мы создавали своими руками. Мы много слышим о том, что за онлайн обучением будущее, но мы посмотрели еще чуть дальше вперед, потому что мы любим технологии, любим инновации, любим эксперименты, и поэтому мы решили создать онлайн-курс, который можно смотреть в формате виртуальной реальности. И сегодня первый раз мы вам покажем, как можно выполнить три женские стрижки с помощью машинки. Вообще, мы очень часто работаем ножницами, но машинки – это один из наших любимых инструментов. Мы ими работаем и на коротких, и на длинных волосах, и на мокрых, и на сухих. И вот сейчас мы поделимся несколькими маленькими нюансами, которые сделают вашу работу интереснее, качественнее и ярче. А с помощью съемки в VR вы сможете погрузиться полностью и посмотреть все самые мелкие детали, и не только близко, но и вокруг. Поэтому желаем вам приятного просмотра, погружения. Учитесь, пробуйте, повторяйте и делать это лучше и лучше. Первая стрижка, которую мы вам покажем, это градуированный боб. Все мы знаем, что машинка очень легко отстричь линию. То есть мы можем взять и сделать такой ровный срез машинкой. Но на самом деле можно делать и градуированные формы. Для этого мы используем технологию скольжения. То есть сначала сверху отбивается такой верхний контур градуировки. И потом, после этого аккуратно, потихонечку мы скользим по волосам, как бы как скульптор, снимая слой за слоем и контролирует тот угол наклона градуировки. В самом начале голову можно наклонить немножко назад, особенно если волосы короткие, такой длины, как у нашей модели Жени. Для того, чтобы они отошли немножко от головы и между ними появились расстояния. Вообще, если говорить о том, как этот эффект смотрится лучше всего и как он наиболее интересно будет проявляться, то он обязательно должен быть подчеркнут цветом. В данном случае мы использовали технику, которая называется лазанья. Это когда волосы прокрашены тонкими-тонкими прядями в горизонтальном порядке. На самом деле их можно менять, их можно делать горизонтальными, закругленными, треугольными. Их можно сделать диагональными, можно сделать даже зигзагообразными. И в таком случае, когда мы делаем друг между другом много разных слоев, то при срезании их в градуированной форме или в слоях, мы получаем такой эффект как бы северного сияния. То есть полосочки, которые не четкие, а немножко размытые и как бы переливающиеся. Вот вы сейчас прямо можете это наблюдать там, где стрижет Маша и у нас на экране. Есть еще одна фишка техническая, которую нам нужно использовать и которая будет сегодня показана в каждой из трех техник. Эта фишка называется техника круга. Когда мы замыкаем руки перед собой и делаем из рук круг, то наше тело становится намного более стабильным, чем если мы руки распахиваем. То же самое происходит, когда мы работаем с клиентом. Если одной рукой мы держимся за голову, в другой руке у нас находится инструмент, и когда мы прикасаемся второй рукой к клиенту, то мы как бы замыкаем этот круг. Мы контролируем и голову, мы контролируем и себя. То есть мы как будто бы держимся за голову, и она не позволяет нам самим падать. И также нам это стабилизирует положение клиента. То есть клиент на самом деле, может сделать все, что угодно. Он может чихнуть, икнуть, испугаться. Он может сделать какую-нибудь ерунду. Ой, к нам гости. Здрасте. 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 Здрасте.